С 2010 года я стал сначала нештатным сотрудником, то есть дружинником, сначала нештатным, потом дружинником сотрудника ГИБДД. То есть я пришел, меня привел с собой мой товарищ школьный. Какое-то время я работал с ним. После того, как его отправили в Кизляр, в командировку, я остался в подразделении ГИБДД Красноармейского района, где работал уже в административной практике. Спустя некоторое время я узнал много нового, что называется, по работе ГИБДД в целом, методах, скажем так, заработка и политики внутри самого подразделения. При работе в практике, в принципе, вся работа практики города Волгограда, в частности Красноармейского района, сводилась всегда к продаже административных материалов. То есть человек, которого оформили вечером, с утра осознав свою ошибку, за материальную компенсацию вполне мог вернуться в водительское удостоверение. При этом ни разу ни одна проверка так ничего и не выявил. То есть материал проданный, эти бланки строгой отчетности, они вносились в базу по заведом и подложным статьям, либо они просто не вносились, а делались фиктивные рапорты о том, что все номера, все количество материалов сходится всегда. Все это немножко сначала казалось так, ну, как бы, системой, которая долго не простоит, в плане того, что слишком уж много, слишком уж большие продажи, большой шум из этого был. Мои попытки не нести происходящее до руководства городского ничем не увенчались, ввиду того, что они в этом были в курсе и всегда, что называется, с этого свое получали. Вопрос такой, что проработав там недолго, мне удалось собрать материал, который изначально должен был быть уничтожен. То есть проданный протокол, его уничтожают, чтобы, называется, концов не найти. Мне удалось их собрать, с ним я обратился еще в декабре. Неоднократно обыскивались мои машины, на которых я перемещался в поисках документации. Притом обыскивались несанкционированно, документы на машину даже никто не смотрел. Ее просто, что называется, они ее перерыли, прямо на моих глазах. И, посмотрев, что ничего нет, я говорю, даже не просили у меня документы, то есть на транспортное средство. Я согласен, что некоторые вы хотите должны понести. Но некоторые, кто, например, выполнял приказ конкретный, о том же самое, в некоторых предприятиях, да? Ну, давайте, это называется рейд-заход вообще, если так. То есть они выполняли, они исполнители приказ. Сейчас они получаются крайними, потому что руководители определенного звена, которые все это контролируют, они своими руками не выполняют ничего. Знаете, то есть вот их, вот конкретно таких вот, не должно быть вообще, не то, что в МВД, в городе-то не должно быть. То есть да, не вопрос, зарплату подняли, как бы стало проще людям, но они при такой зарплате, которая для нашего города очень хороша, они готовы работать законно и, извините, с них уберите поборы, что называется, весь этот бред, который происходит, по-другому это не назвать. В принципе, нам будет жить гораздо лучше им тоже. Все это сейчас пройдет, да, вроде мы завели дело, вроде мы там что-то порасследовали, но сейчас количество эпизодов уменьшат, то есть целенаправленно, если будут уменьшать, то опять же повторимся. Ну, опять верхушка, так что называется, этой цепочки, которая выставилась у нас в городе, она просто опять выйдет сухой из воды, очередной, что первый раз. Субтитры создавал DimaTorzok